Чебаркуль 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 пределами, скажем так, земной атмосферы в месте своего обычного обитания. То есть их совсем немного. И понятно, что потенциально опасные объекты, они, скажем так, еще не классифицированы, не систематизированы, полный список не составлен. Это только еще работа, по сути дела, такого будущего. — Ну вот мой главный вопрос, с чем я, собственно говоря, сегодня пришла на беседу. У меня, как у обывателя, сложилось впечатление, что достаточно большое тело, длиной 17 метров, летит на территории России. И фактически можно предположить, что также можно было бы запустить ракету для уничтожения. И почему наши системы ПВО не отреагировали? — Дело в том, что системы ПВО наблюдают прежде всего не за космосом, а чаще всего за Землей. То есть они реагируют на запуск, допустим, баллистической ракеты. И реагируют прежде всего не только радиолокационными станциями, а еще и спутники. Там у них специальные сенсоры есть, которые регистрируют факел двигателя, там определенная температура. — На тепло реагируют, тепловизоры фактически. — Да, ну можно сказать так, там свечение и так далее. То есть они смотрят прежде всего на нашу планету, а потом уже отслеживают ее траекторию. Здесь, скажем так, объект подошел не с Земли, а из космоса. И сами военные вот эти все эти структуры, они не ориентированы на то, что откуда-то из космоса может прилететь такой вот объект. Поэтому они могут его пропустить. Могут, конечно, зарегистрировать случайным, скажем, образом. — Но наверняка времени не хватит на то, чтобы отреагировать. — Конечно, ну от момента, скажем так, ну опять же, многие объекты, допустим, за несколько дней, допустим, замечают. Некоторые уже замечают, когда они миновали Землю, уже начинают удаляться. И тогда, так сказать, мы замечаем, да, и, так сказать, начинаем думать так, а вот если бы он все-таки упал, а мы даже и не заметили. То есть такие случаи. — Хорошо. Но тогда накануне Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства нашего, предложил президенту сформировать вот такую систему обороны от непрошенных космических гостей. Это вообще реально? И что должны сделать в рамках этой системы? — Ну это, конечно, реально. У нас все необходимые технические, скажем так, инженерные, к этому есть все вещи. И для этого только требуются, ну, собственно говоря, деньги для того, чтобы сформировать. Ну вот я где-то слышал такую цифру, что где-то на это нужна примерно стоимость то, что американцы потратили на программу «Аполлон» для высадки на Луну. То есть что-то там у них порядка 20 миллиардов, по-моему, долларов было. Ну вот в ценах сегодняшнего дня, так сказать, эту систему оборудовать. Дело в том, что она обязательно должна включать себе серию спутников. С Земли мы все объекты обнаружить не сможем. Нам мешает атмосфера. И плюс ко всему еще, ну, скажем так, когда вот именно днем, мы можем только радиолокационными способами, так сказать, наблюдать. А у нас и бывает так, что там и возмущение ионосферы, так сказать, определенная там связь на каких-то волнах не проходит. Поэтому тут обязательно должна быть именно спутники, которые ориентированы на, вот, как бы сказать, мониторинг, сканирование космического пространства. Все бьются с загадкой. Куда же делась основная часть Челябинского метеорита? Вот с этим озером все носятся, вот с этой полыньей большой. И все-таки ничего не нашли. Действительно или нет вот этого ядра? Ну, вот, допустим, в 1908 году, когда у нас был, наверное, самый крупный такой вот метеорит, или там, ну, как сейчас, в общем-то, считается больше ядро кометы, это Тунгусский метеорит, как его называют так, то там тоже буквально там какие-то миллиграммы, так сказать, собрали за все время, так сказать, поиска. То есть распыленное вещество. Дело в том, что когда такое космическое тело вторгается в атмосферу с космической скоростью десятки километров в секунду, где-то до 74, где-то так вот, километров может на встречных курсах вторгнуться тело, то оно испытывает колоссальное торможение об атмосферу и просто-напросто может тело, ну, скажем так, взрывообразно испариться. Видимо, вот это вот такая ударная волна, да, возникает, когда и лес валит, да, вокруг. Да, это современные фотографии, вот место вот этого Тунгусского, так сказать, катастрофы, так сказать, очень хорошо, что это было практически безлюдное такое таежное глухое место, потому что максимальная вот энергия взрыва вот этого, по оценкам, составила где-то около 50 мегатонн, 50 миллионов тонн тротилов, тротиловом эквиваленте. Ну, а вот сейчас многие в Челябинске собирают осколки метеоритов, они метеориты разного размера. А обладают ли действительно радиацией вот эти осколки? Ну, вообще, конечно, в состав любого метеорита могут входить какие-то радиоактивные затопы, могут, естественно. Но, в общем-то, чаще всего сказать, что это вот именно радиоактивные метеориты, я так, это очень редкое, так сказать, явление, чтобы там что-то было достаточно много, чтобы человек, ну, допустим, его здоровью какая-то угроза предоставляла это. — Интересно, Игорь Анатольевич, что ровно год назад, примерно в этой же студии, вы беседовали с моей коллегой Оксаной Руденко по поводу конца света, который близился 21 декабря. — Так и не состоялся. — Календарь мая закончился, но мы продолжаем жить дальше, и вот с такими гостями продолжаем сталкиваться. И вот в той программе у вас речь шла об апофизе, да, вот это мастероиде, который движется, и в какой-то момент он может близко достаточно проходить мимо Земли. Вот это главное событие века? — Ну, речь-то идет о чем? О том, что, возможно, он в 29-м году будет сближаться с Землей, а где-то через 7 лет, получается, в 36-м, опять следующее сближение. И вот если вот этот в 29-м году, он, такая очень маленькая вероятность, что он пройдет таким образом, что гравитационное поле Земли немного изменит его траекторию, то есть очень небольшая вероятность, что в 36-м году он может попасть к нам на Землю. — Игорь Анатольевич, но все-таки как защититься? Возможно ли это? Или это просто такие мечты и еще мысли? — Ну, уже, по сути дела, технологии отрабатываются. Вот когда исследовалось ядро кометы Темпеля-1, был туда направлен аппарат Deep Impact, который врезался в ядро кометы. Так вот, по сути дела, это уже и есть отработанный способ, то есть так называемый кинетический ударник. Если вот сейчас в этот Апофис, образно говоря, мы в течение двух-трех лет можем, ну, скажем так, сделать аппарат, направить его в сторону вот этого Апофиса, и он стукнет в него, даже если этот аппарат всего лишь там массой где-то нибудь 1 тонна, там миллионы тонн, за десятки лет вот это небольшое столкновение, небольшое крохотное изменение скорости приведет к тому, что его орбита пройдет мимо уже Земли. — Здорово. — То есть если мы заранее определим направление движения, точно будем знать траекторию, то, в принципе, у нас уже отработанный есть даже один из способов избежать падения метеорита на Землю. — Пусть вот этот Челябинский метеорит все-таки будет тем случаем, когда вот мужик перекрестится и все-таки создадут чего-нибудь полезного. — Ну, хорошо бы, конечно, да. — Спасибо, Игорь Анатольевич, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был преподаватель физики и астрономии, доцент кафедры физики Благовещенского педагогического университета Игорь Ромас, и мы беседовали о том, как защититься, возможно ли защититься от падения метеоритов, который подобный случай случился в Челябинске 15 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова